Здравствуйте! Стал главнокомандующий сухопутными войсками вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Александр Ленцов. Сегодня президент Республики Арцах Арая Каратюням принял новоназначенного командующего российскими миротворческими войсками, дислоцированными в Республике Арцах, генерал-полковника Александра Ленцова. Об этом сообщает пресс-служба президента. Арая Каратюням подчеркнул роль российских миротворческих сил в деле обеспечения безопасности народа Арцаха и стабильности в регионе, в создавшейся военно-политической ситуации. Обе стороны подчеркнули необходимость неуклонной реализации положений трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Президент отметил, что власти Арцаха ожидают, что в короткие сроки будут устранены все препятствия и безопасность двустороннего сообщения между Арцахом и Арменией в соответствии с обязательствами, предусмотренными трехсторонним заявлением. В ходе встречи были обсуждены деятельность миротворческих сил, снятие блокады Арцаха, сохранение режима Лачинского коридора, гарантирование нормального функционирования жизненно важных инфраструктур и другие вопросы. Президент Республики Арцах Арай Карусюням подписал указ, согласно которому Тигран Петросян назначен председателем антикризисного совета при президенте Арцаха, избранном накануне голосованием членов совета. Об этом сообщили в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах. Сегодня представители антикризисного совета встретились с российскими миротворцами во главе с новоназначенным генерал-полковником Ленцевым. Об этом на своей странице в Фейсбук написал руководитель структуры Тигран Петросян. «Мы отметили, что ряд поствоенных событий привел к тому, что доверие населения к российским миротворцам резко снизилось, и мы ожидали разблокирования Лачинского коридора в короткие сроки». Ленцев заверил, что на данный момент для него это приоритетный вопрос. В частности, написал Петросян. Сегодня состоялось очередное заседание правительства Республики Армения. Перед началом обсуждения повестки дня Пашинян коснулся региональной ситуации, в частности, незаконной установки Азербайджаном контрольно-пропускного пункта в коридоре, соединяющем Арцах с Арменией, и в этом контексте необходимости более широкого международного присутствия в Арцахе. Россия прилагает необходимые усилия с целью урегулирования ситуации вокруг Лачинского коридора и ее возвращения в русло трехсторонних договоренностей. Подобное заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она также сообщила, что достигнута договоренность о встрече министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Точная дата встречи будет объявлена позже. Россия четко изложила свою позицию в заявлении Министерства иностранных дел России 24 апреля. В настоящее время как по линии российского миротворческого контингента на земле, так и по политическим линиям на политическом уровне предпринимаются необходимые усилия с целью урегулирования ситуации вокруг Лачинского коридора и возвращению в русло трехсторонних договоренностей от 9 ноября 2020 года. Ну и, конечно, мы считаем принципиально важным, чтобы официальный Ереван носил свой вклад в поиск взаимоприемлемых развязок. Министр иностранных дел Республики Арцах Сергей Газарян провел встречу с депутатом Европарламента Ацкипра, председателем группы «Дружбы с Арменией» в Европарламенте Лукасом Фурласом, находящимся в Республике Армения с миссией по сбору фактов. Собеседники обсудили поствоенную ситуацию, сложившуюся вокруг Арцаха. Депутат Европарламента назвал недопустимой установку азербайджанской стороной незаконного контрольно-пропускного пункта в Лачинском коридоре. Лукас Фурлас заверил, что не пожалеет усилий для разрешения гуманитарного кризиса, создавшегося в Арцахе вследствие блокады. Садокладчики парламентской ассамблеи Совета Европы по мониторингу Армении и Азербайджана призвали восстановить свободное передвижение по Лачинскому коридору и напомнили о решении Международного суда ООН по этому вопросу. Вместе с тем они приняли к сведению заявление Армении о намерении обратиться в Международный суд ООН по поводу установки 23 апреля контрольно-пропускного пункта при въезде в Лачинский коридор. Садокладчики призвали Азербайджан и Армению воздержаться от любых односторонних шагов, которые могут еще больше осложнить поддерживаемые Евросоюзом на самом высоком уровне переговорные усилия и присутствием миссии ЕС в Армении. Они также призвали активизировать переговоры по пограничным вопросам и разрешить все споры мирным путем. Также было отмечено, что докладчик Пассе от Ирландии Пол Каван пытался получить доступ в Лачинский коридор, чтобы лично ознакомиться с ситуацией на месте. Сегодня состоялось очередное заседание Национального собрания Арцаха. В повестку был включен годовой отчет о деятельности прокуратуры за 2022 год. В ходе тайного голосования судьей суда первой инстанции общей юрисдикции Республики Арцах назначена Корене Бабаян, судьей апелляционного суда Республики Арцах Магер Степанян. В повестку очередного заседания был включен ряд законодательных инициатив, среди которых проект о внесении изменений в Конституцию Республики Арцах. В 13.00 состоялась процедура вопросов и ответов между законодательным и исполнительным органами. Заседание завершилось депутатскими заявлениями. Председатель Национального собрания Республики Арцах Артур Товмассян подписал протокол о прекращении полномочий председателя постоянной комиссии Национального собрания по вопросам обороны, безопасности и правопорядка Сейрана Айропетяна. Основанием послужило заявление Сейрана Айропетяна об отставке, сообщает в Национальном собрании. Айропетян отказался от должности председателя комиссии, но не от депутатского мандата. Сегодня при посредничестве Международного комитета Красного Креста 12 пациентов были перевезены в различные специализированные медицинские центры Республики Армения. Шесть пациентов в рамках государственного заказа, направленные на лечение в Армению, вместе с сопровождающими вернулись в Арцах. Пять детей находятся в отделении неонатологии и реанимации медобеденения Аревик. Семь пациентов находятся в реанимационном отделении Зао Республиканский медицинский центр. Двое из них в крайне тяжелом состоянии. До сегодняшнего дня при посредничестве и сопровождении Международного комитета Красного Креста из Арцаха в Армению были перевезены 365 пациентов. Правительство Республики Армения на заседании сегодня приняло решение внести изменения в бюджет на 2023 год и предоставить правительству Арцаха межгосударственный кредит в размере 3,5 млрд драмов. Целью представленного проекта является выделение дополнительного финансирования для смягчения социальной напряженности, сложившейся на территории Арцаха в поствоенный период. Арцахский боксер Эрик Арустамян выиграл бой второго дня молодежного чемпионата Европы. В весовой категории 54 кг спортсмен из Арцаха одержал победу над представителем Мальты. Это все главные новости на сегодня. Спасибо, что были с нами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова